Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти к куратору и лючить для Татьяны. Это мужчина. Снимается маска и голограмма. Фантом предстоит перед тобой впервые в данном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратору и лючить для Татьяны. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Очень рада находиться здесь. Очень рада чистке и приветствую всех в этой комнате. Приветствую вас. За благодарностью. Благодарю вас. Как нам обращаться к вам? Меня зовут Рос. Так и обращусь. Рос, вы куратор или учитель? Да, я куратор. Вера. Отлично. Меня зовут Влад. Это Вера. Мы сегодня проводили чистку вашей подопечной. Я думаю, вы в курсе, что мы там убрали и что было. Благодарим, что вы достучались до нее и это все смогло свершиться. Именно так. Конечно. Это и есть работа дорогих наших кураторов. Именно поэтому мне радостно находиться здесь. Давайте начнем с первого вопроса. Конечно. Итак, откуда моя душа? Арктур. Ты арктурианка и сама уже знаешь это. Видишь свой прекрасный стержень и энергии Арктура, которые уверенно и гармонично проходят по всем твоим энергетическим центрам. И мы приветствуем в нашей комнате диагностики представителя Арктура. Мы очень рады вам. Благодарю за прием. Второй вопрос. Какой уровень моего высшего я? Одиннадцатый уровень высшего я. Третий вопрос. Сколько кармических узлов я прошла и сколько еще осталось? Четыре прошла. Еще один впереди. Еще один впереди. Четыре прошла. Благодарю вас. Четвертый вопрос. Постоянно повторяющиеся цифры на часах. Часто дата моего рождения 14-11. Значит ли это что-то для меня? Значит, дата рождения указывает на то, что часики тикают. И душе нужно развитие и продвижение. Радость внутренняя, которая выходит наружу. А ты в заботах, в заботах, в рутинах. Излучать нужно другую энергию. Радостную, душевную, глубокую, уверенную. Развиваться и доверять себе. Это знаки. Все цифры — это знаки. Цифры с днем рождения, как я уже сказала, напоминают о том, что каждый день важен для развития души. Вы закончили? Да. Я благодарю вас, уважаемая Росса. Идем дальше. Пятый вопрос. Кем я была в предыдущем воплощении на Земле и когда оно было? Интересный вопрос. Я не был твоим куратором в прошлой жизни, но я удовлетворю твое любопытство, заглянув в твою книгу жизни. Женщины, женская гармония по красной лентой проходит через твои жизни. Женская внутренняя красота отражается на твоих жизнях. Ты можешь как по грязной к ней, так и управлять ей. Как я уже сказала, это внутренняя энергия гармонии и радости, которая распространяется аурой вокруг тебя. Но давай вернемся к твоей прошлой жизни. Это 1542 год. Турция, Персия. И, конечно же, Гарем. Одна из любимых жен. Имела власть над мужчиной, знала, как сладострастно соблазнить. В этом нет ничего позорного на тот момент в жизни. Это было важно для развития и благосостояния женщины. Прекрасные одежды, красивые волосы, украшения. Шелк и драгоценные камни. Был сын. Что вы еще хотели бы знать? Я думаю, все. Мы узнали, что она хотела узнать, кем она была и когда жила. Вы рассказали. Еще я хотел бы узнать, сколько она прожила в той жизни, какой урок принесла, взяла с собой. Вот это был бы, скорее всего, один единственный, правильный дополнительный вопрос. Урок получил, что нужно развиваться, а не зависеть от кого-то. Знания, они всегда приносят дополнительное осмысление и развитие. Анализ происходящего. В конце жизни поняла, что шелка и драгоценности не забрать с собой, а старость приходит в биоробот любой, даже самый красивый. Так и есть. Благодарю вас, уважаемая Роза, за этот развернутый ответ. Я думаю, Татьяна получила удовлетворение от него. Можем идти дальше? 73 года. 73 года. На тот период времени это довольно серьезный срок. Благодарю вас. Я могу продолжать? Да. Шестой вопрос. Какие у меня есть способности и таланты, и как их использовать наилучшим для себя образом? Как я уже сказала выше, женская гармония и внутренняя красота – это самый главный твой талант. От тебя идут мягкие, гармоничные энергии, когда ты находишься во внутреннем балансе созидания и красоте. Ведь что такое медитация? Это не поза лотоса и старание остановить свои мысли. Медитация – это как ты проживаешь каждую секунду, работая, двигаясь, делая свои дела, рутину или развиваясь. Медитация – это образ жизни. Вот если твое внутреннее состояние находится в медитации, от тебя идут прекрасные, мягкие, уверенные и радостные энергии. Поэтому обратись к своему внутреннему «я», к своей душе, поприветствуй ее возвращение и соединение. И вспомни гармонию и энергии Арктура, которую дает тебе эту уверенность. У тебя много блоков, которые в основном стоят из барьеров, которые ты сама устанавливаешь. Эти барьеры происходят из-за страхов. Страх становится на твоем пути барьером. Попробуй поменять свои мысли. Как я уже сказал, это очень важно. Энергетические центры или чакры проходят по всему биоробота, наполняя его актурианскими энергиями. Твои страхи находятся в самой верхней чакре. В верхних двух, я бы сказала. Думая и пугаясь своих мыслей, ты блокируешь эти две верхние чакры. Пропусти туда энергии, чтобы они выходили из-за твоей тонкие тела. Распространялись по всем твоим телам, не только биороботу. Тогда ты поймешь, что барьеров нет, страхов нет. Решения, принятые тобой, гармоничны и выходят изнутри. Советуйся с душой, принимая любое решение. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Рос. Восьмой вопрос. Какой кармический урок я проходила здесь, на земле, со своим покойным отцом? Я бы не назвала это кармический урок. Несомненно, всем учителям друг другу так же и ты была учителем для твоего отца в какой-то степени. Блоки, созданные этим периодом, должны быть разбиты, осознаны, приняты и поняты. Но осознаны они должны быть тобой. Найдены и осознаны. Найти ты можешь их в теле. Тело будет отзываться болью, вибрациями от кармического урока, как ты его назвала. Именно там ты должна почувствовать боль и уничтожить ее. Именно так уберется блок, мешающий тебе идти дальше. Это давно нужно было сделать. Если мы с этим вопросом закончили, или вы хотели добавить еще, уважаемый Рос? Я лишь хотел сказать, что я буду рядом и я буду наблюдать. Да, я закончила с этим вопросом. Благодарю вас. Иногда вы задаете вопросы куратору, которые сами должны осознать. Именно для этого вы пришли на Землю, а вы ищете извне. Очень трудно вам возразить, уважаемый Рос. Так и есть. Очень удобно искать со стороны причины своих несчастья. Благодарю вас. Ваша задача понять свой урок. Если я отвечу, урок не будет пройден и даже понят в какой-то степени. И смысла не будет из этого ответа, потому что это надо осознать и понять. Во-первых, а во-вторых, надо еще научиться на этом, как и я сказал, простить и отпустить, принять и понять. Продолжай, пожалуйста. Урок принятия золотые слова. Благодарю вас. Следующий вопрос девятый. К вам. Как я могу выходить на связь со своим куратором и моим высшим я? Думаю, высшее я еще пока рано немножко. Чтобы соединиться со своим высшим я, нужно точно понимать, а главное чувствовать его. Соединение с высшим я – это незабываемое, радостное чувство эйфории. Но эйфорию могут также создать сущности. Я отвечу, как соединятся со мной. Телепатически, как делают это все арктурианцы, вопросы должны быть очень короткие. Отвечающие на «да» или «нет». Больше ты просто не готова услышать на сегодняшний день. Со временем, когда срочная связь установится, мы можем дискуссировать. Пока же я связываюсь с знаками с тобой. Телепатия, которой ты обладаешь, поможет тебе в связи. Задаешь короткий ответ. Вопрос-ответ приходит моментально. Пока ты спрашиваешь ответ, ты уже знаешь. Какой бы он ни был, может, он тебе не нравится, неприятен. Но это будет правильный ответ. В первые секунды начнется сомнение. В ответ, который пришел до сомнений, и есть правильный. Я закончу. Благодарю вас, уважаемый куратор Рос. И остался у меня последний, десятый вопрос. Может, есть вопрос, который я не задала, и мой куратор на него ответит или даст совет? Да, я хотел бы не советовать, но напомнить, что Арктур и все Арктурианцы связаны между собой. Твоя визуализация поможет тебе в связи с Арктуром и уверенность, которая несет наша энергия, похожая на белую звезду, излучающая яркий свет. Именно так выглядит твой стержень. Не забывай об этом. И когда ты грустишь или уверенность уходит от тебя, вспоминай это всегда, разжигай твой внутренний стержень и знай, что Арктур всегда на связи с тобой. Не забывай об этом. Ты не одна. Благодарю вас за этот ответ. Нет, вопросов больше нет. Единственное, если позволите мне наводящий вопрос задать. У нас, у Татьяны, была серьезная интерференция. Возможно, процесс восстановления займет какое-то время. Я хотел бы вас спросить, будете ли вы так любезны объяснить ей, что она еще в состоянии лечить себя своими родными энергиями Арктура, направляя их в нужные места. Совершенно верно. Энергия Арктура, я объяснил, как выглядит. Но я хочу повториться, что внутренняя уверенность это самое главное. Внутренняя уверенность убивает нервозность, снимает барьеры, а соответственно делает тебя легкой. Легкой, я имею в виду, в жизненных процессах, направляет тебя в правильный поток. А значит, там нет болезней и препятствий. Внутренняя легкость и энергия Арктура помогают тебе обходить препятствия, дав тебе уверенность и правильный настрой. Попрошу не путать с самоуверенностью. Любой анализ при принятии решения необходим, но согласовывать ты должна его со своей душой, слушая свое сердце. Благодарю вас за этот замечательный ответ. Вопросов больше не осталось. Я полагаю, стержень она уже активировала в процессе работы сегодня? Совершенно верно. Тогда остался маленький нюанс. В этой комнате диагностики есть очень добрая традиция. Каждому куратору, каждому учителю, который к нам приходит сюда, мы всегда делаем один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на земле. Один, два, три. Мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора Роса, можем ли мы передать ему этот скромный подарок в знак благодарности за его помощь, за эту встречу и просто на добрые воспоминания. Благодарю. Прекрасный подарок. И я с удовольствием заберу эти воспоминания с собой. Благодарим вас. Передавайте привет Арктуру от нас с Верой. Мы будем рады всем кураторам, которые достучатся до своих подопечных и со своей стороны готовы открыть им эти двери, убрать все проблемы на их пути, открыть эти двери, в которые они дальше пойдут уже сами. Великолепно. Благодарю вас. Традиционно мы не прощаемся. Я говорю, до скорых встреч, уважаемый куратор Рос. Возможно, встретимся на более позднем этапе. Всего вам наилучшего. Мне было приятно находиться здесь. И я еще раз благодарю за эту встречу. Во благо. Мы очень рады. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Хорошо, Татьяна. Мы закончили встречу с Вашим куратором Росом. Вы получили все ответы на свои вопросы. И даже больше. Хорошо. Сейчас будем возвращать Вас назад в Вашу систему Биоробот Душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Татьяны в ее систему Биоробот Душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта. Субтитры создавал DimaTorzok